ДИКЕР МАКС Спасибо. Есть КАМО Золотой Омут, но Золотой Омут не является привязанным к КАМО конкретной машине. Как видите, на Круп 38Д положили тот же самый камуфляж. Таким образом, получается, что уникальности данный камуфляж машине не добавляет абсолютно никакой. Ну а что касается 14 дней према, то все мы знаем, что 14 дней према в последнее время ценится довольно неплохо. Вообще, в принципе, дни према неплохо ценятся, потому что они перестали выпадать из каких-либо контейнеров. Вот такой вот ценник и, в принципе, для шестерки это вполне приемлемая нормальная цена. Вопрос в том, нужен ли вам ДИКЕР МАКС, это вопрос уже более сложный. Смотря на то, что вы хотите от ПТшки и часто ли вы играете на шестом уровне. Что касается брони по машинам, то с нее, наверное, и начнем, а именно с ее полного отсутствия. Здесь брони, ребят, нет. Просто отсутствует, пробивается куда угодно, как попало. Даже если вдруг случайно от кого-то отрикошетит и попадет в вас, то все равно пробьет. Ну а если серьезно, друзья, то понимайте всегда необходимость прятаться. Потому что на данной машине выдержать удар вы не сможете. Плюс к тому, ребят, довольно существенное время перезарядки не позволяет с учетом вашей картонности выезжать кому-нибудь лоб в лоб. Но есть огромный плюс у данной машины, который заключается в огромном минусе. Целых минус 15 угол склонения орудия вниз, что позволяет в правильной проекции, выезжая на горку, склонять так, чтобы у вас, в принципе, были видны только два вот этих пятака. И с учетом бодрого времени сведения и разброса, вы точно будете попадать по своему сопернику. И с учетом того, что машина вполне себе даже в движении назад подвижна, скатываться с горки вниз, так, чтобы не получить плюху в ответ. В этом Дикер Максум действительно равных практически нет в нашем с вами игре, по крайней мере на своем уровне. Что касается сравнения с другими машинами. Огромное количество ПТ-шек сейчас есть на шестом левеле, с учетом того, что добавили всяких Шарлей, Пиратов и другие машины по типу Эпсилона и Дредноута, которых перерисовали с других машин, проходных, либо премиумных. Я не добавлял данные машины, потому что, по большому счету, они просто захламляют таблицу. Ну, допустим, какой смысл добавлять Черчилля и Дредноута рядом стоящие, если машины им, в принципе, практически одинаковые. Да и тем более, ребят, сравнивать необходимо все-таки с теми машинами, которые вам доступны. Ну, вот, допустим, СУ-100У это вторая премиумная ПТ-шка из двух, которые есть на шестом уровне. И, как видите, допустим, эти два прямо с собой, ну, между собой отличаются крайне сильно, они очень сильно разнятся, как по ДПМу в пользу Диккер Макса, так и по Альфе в пользу СУ-100У. Если говорить словами аналогии, то СУ-100У это такой себе огромный тяжеловес, который с одного удара ломает челюсть и выбивает зубы, а Диккер Макс это боксер среднего веса, который не выбивает с одного удара зубы, но оставляет хорошие синяки ссадины и при этом делает это довольно-таки часто. 8 секунд с копейками перезарядки, будем говорить 8,5 против 15 секунд у СУ-100У. Ну, короче говоря, разницу по геймплею, я думаю, вы понимаете. Если сравнивать еще с кем-либо, то здесь будет очень сложно. Кто-то лучше, кто-то хуже. Что касается Диккер Максом, то у него посредственная подвижность, есть машины, которые более подвижные на уровне. Ну, а что касается доходности, то она, в принципе, ноздря в ноздрю СУ-100У отключается в 1%, который вы даже не ощутите. Что касается процента по победам, то, опять-таки, процент по победам точно такой же, как у СУ-100У, за исключением там каких-то десятых процентов, которые тоже, ребят, в учет мы брать с вами не будем. Опять-таки, все остальные ребята на уровне имеют как выше процент по победам, так и ниже. Короче говоря, Диккер Макс это что-то такое себе типа среднее, и по-другому его не назовешь. Да, безусловно, машина в чем-то хороша, в чем-то, безусловно, есть ложки дегтя. Короче говоря, все как обычно, идеальных машин в нашей игре нет. Есть просто те, которые нам нравятся, не нравятся, подходят, либо не подходят своим геймплеем и тем, что они вам приносят по результатам боя. Что касается других характеристик, то время сведения меньше трех секунд, разброс очень комфортный, урон в минуту, в принципе, приемлемый, нормальный, время перезарядки меня немножечко все-таки смущает, когда я захожу в бои на больших картах. Но об этом мы уже поговорим непосредственно в самом бою. Что касается бронепробития, то на базовом снаряде 180, если не хватает 250, выручают однозначно на подкалиберах. Ну и что касается альфы, как я говорил, пускай не зашкаливающая, но крайне приемлемая и приятная для отыгрывания на своем левеле. Берем машину, отправляемся в бой. В целом, в последнее время наш шестой левел бросает не так уж и быстро, поэтому немножечко подождать нам все-таки придется. Ну а пока мы это делаем, друзья мои, есть время подписаться на канал, потратить секунду вашего времени и ноль денег на то, чтобы это сделать. Но вы сделаете огромный вклад в развитие моего канала. 76% постоянных зрителей, а постоянными зрителями являются те зрители, которые за последнее время посмотрели не менее 5 видеороликов на моем канале, делают это без подписки. Друзья мои, подписка для вас абсолютно ровным счетом ничего не стоит, ни одной копейки. При этом вы делаете огромный вклад в развитие канала и в его популяризацию. Поэтому спасибо вам большое за благовременно, за то, что нажали на вот этот волшебный желтый шильдик в правом нижнем углу. А еще, друзья, нажимайте обязательно на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. И еще, друзья, повод подписаться на канал. В ближайшее время на канале будут разыгрываться премиумные танки среди подписчиков канала в абсолютно честных розыгрышах. Поэтому, друзья мои, не теряем время, подписываемся прямо сейчас. Давайте дружить и веселиться вместе. Данная карта для Дикер Макса не сильно хороша. Скажу почему. Потому что, поскольку огромным плюсом данной машины является существенный угол склонения орудия вниз, который выглядит вот так вот, отыгрывать божественный угол склонения орудия вниз на абсолютно ровной, как, не знаю, бильярдный стол карте, но не сильно удобно и не сильно толково. Вы просто в таких условиях боя не можете реализовать все, все возможности и весь потенциал данной машины. Что могу от себя посоветовать? Я никогда, ребят, не учу никого играть. Я никогда не рассказываю, как правильно и как неправильно. Никогда не говорю вам, что есть понятие правильное оборудование и неправильное оборудование, есть комфортное и некомфортное. Но могу поделиться своим скромным мнением по поводу того, как стоит данную машину реализовывать. Я бы рекомендовал вам ни в коем случае на Дикер Максе не ехать куда-нибудь вперед и не пытаться вместе со всеми продавливать направление. Потому что, если вы поедете вперед, то ваше время перезарядки, надетое на абсолютную картонность данной машины, приведет к тому, что вас быстро сольют в ангар. И на этом, в принципе, для вас бой, к сожалению, закончится. Ничего хорошего, по ощущениям, у вас не будет. Будет только грусть, тоска, что у вас ничего в бою не получилось. Ну и вас, в принципе, отправили отдыхать. А вот если вы будете работать как машина поддержки, если вы будете отстреливать по засветам ваших союзников, тогда для вас будет счастье. Держитесь как можно дальше от своих соперников. Пользуйтесь хорошим, точным орудием, которое позволяет наносить существенный урон. Добирайте, ребят. И вот сейчас я был очень сильно удивлен, что Диккер Макса, такого же, как я сам, я сейчас не пробил. Ну, не больше, чем фарт, не больше, чем везение для этого Диккер Макса. По-другому я это объяснить не могу. Видите, та же самая фишка сейчас, на удивление, срабатывает и со мной. Есть такое, да, какая-то волшебная подкрутка, чтобы вас сразу прям не сливало в ангар. Но все-таки, друзья мои, рассчитывать на то, что вы будете постоянно танковать, я бы вам не рекомендовал. Есть у меня такое ощущение, что сейчас бой закончится поражением. По одной простой причине, потому что союзники не сильно почему-то меня поддерживают в борьбе с такими вот ребятами. Наш Титан все никак не может справиться с ТТ. Диккер Макс сделал мне больно, нанес мне урона и спрятался. Ну и, честно говоря, становится немножечко, немножечко неприятно от того, что происходит. Потому что, в принципе, начиналось все довольно бодро. Но какой бой есть, такой есть. Ничего вырезать я не собираюсь. Ну и, соответственно, показываю всегда машины исключительно такими, какие они есть. И как, в принципе, они играются руками 55% игрока, коим я и являюсь. Вот угол склонения орудия, который позволяет действительно очень комфортно становиться где-нибудь в каких-то низинках. Ну и, соответственно, выцеливать ребят, которые где-то там катаются. Титанчик, родной, добери, пожалуйста, хоть кого-нибудь. Но очень сильно надо, потому что... Потому что это, ребят, сейчас будет слив. Очень обидно. Ничего сейчас абсолютно не получится. Не то, чтобы я не верил в свои силы. Я просто для себя понимаю, что ничем хорошим вся эта история для меня, скорее всего, не закончится. Сделал три фрага. И вот так вот Дикер Макс играется, в принципе, постоянно. Ты можешь добирать, ты можешь наносить урон. Но когда ты остаешься, допустим, один, то шансы на то, что ты победишь, крайне маленькие. У тебя долгое время КД, как я говорил, и крайне скудная живучесть. Что касается результативности машины в данном бою. 1570 единиц, три сделанных фрага. И благодаря тому, что я находился где-то на третьей линии, в первую очередь, на ней, потому что машина прям совсем бодрая и крутая. Первое место в команде по урону. Мне почему-то кажется, что если бы ребята отыграли нижние чуть-чуть хотя бы лучше, то, в принципе, свою победу мы бы выгрызли. Хотя стоит отметить, что и соперники довольно неплохо сыграли. Обязательно заходим сейчас во вторую катку, просто для того, чтобы показать, что машина играется так плюс-минус постоянно. Бывают, безусловно, какие-то такие бои, в которых, если ты прям совсем взорвался куда-то, то ты отхватил и уехал в ангар, и ты слился одним из первых. Ну, а бывают такие бои, в которых на дикер-макси ты умудряешься нанести более 22300 урона, благодаря тому, что, в принципе, альфа в 310 и приемлемое время перезарядки на дальних расстояниях позволяют тебе это делать. Ну что, поехали. Попытаемся чего-то сделать. Сейчас посмотрим, кто куда пойдет. Вот, первому ехать, как я уже говорил, никуда не хочется. Хочется отправить кого-нибудь в разведку. У нас обалденная ситуация. Двое ребят спят. Ну, а еще двое ребят не могут определиться, чего они хотят в этой жизни. Даже трое, получается, ребят у нас спящих. Классно получается. Я так понимаю, что, в принципе, победа уже, уже одной ногой в могиле. Нет, не так. Победа уже практически у нас в кармане. Вот, вот теперь будет более правильно. Ладно, подождем. Посмотрим, как будут развиваться события. Хеллкэт. Поднимайся чуть выше. Я тебе в бочину заряжу. Ай-яй-яй-яй-яй. Уходим от засвета. Как только вы чувствуете засвет на данной машине, сразу стоит куда-нибудь отваливать. Такс. Ну что ж, пират, товарищ. Отправляешься в ангар. Да, целых 11 единиц урона мы сейчас нанесли. Но зато минуснули ствол. А так или иначе, пират, в принципе, может накинуть урона дополнительного. Ну и, в принципе, если у вас есть возможность в бою минусовать стволы, то это необходимо делать в первую очередь. И не гоняться ни в коем случае за уроном. Если у вас есть выбор, в кого откинуть. Откинуть в того, у кого больше хп, для того, чтобы забрать у него часть этой хпшки и добавить себе в корзинку, либо минуснуть ствол, лучше выбирайте минусование ствола. Сейчас попробуем загуслить. Не смогли загуслить, обидно. Но зато смогли накинуть урон. Да что ж такое-то, а? Перезаряжайся, братка. То, что я говорил, что время перезарядки, это самое смущающее меня в данной машине. Не очень комфортно отыгрывать с таким временем перезарядки. Хотелось бы, чтобы перезарядка была где-то в районе 6,5, ну пускай 7 секунд. Но аж никак не 8,5. Так, отходим немножко назад. Получаем сейчас тычку. Нет, не получаем. Не отъезжай, дай, дай я тебя доберу, пожалуйста. Так, двое на трое не очень приятно. Подвижность откатываться назад не сильно приятная. Поэтому спрятаться на каких-то ровных площадках будет не сильно удобно. Удобно, когда ты на горку поднимаешься и с горки свешиваешь орудие. Тогда да, тогда действительно удобно. Боже мой, какой фарт сейчас был. Ну прям уникальная ситуация, вот без шуток. На целых 400 единиц мне сейчас прошло непробитие от кваса. И я очень сильно удивлен, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ага, хелкетик, едь сюда. Это очень удивительно. Я больше чем уверен, что сейчас даже квас больше удивился, чем я этому факту. Да ладно. Нет, 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 нет. Боже мой, какой фарт. Спасибо большое. Союзнику за то, что он поддержал. Потому что в данной ситуации сейчас было очень жарко. Я понимал, что я не успеваю реально. Ну, квас, ты прости, пожалуйста, но мы все-таки тебя разберем. Хелкета обязательно сейчас лайкнул. Парень или девчонка, кто там был за рулем, не знаю. Но союзник отыграл просто шикарно. Подтянулся в нужное время, в нужное место. Ну и, соответственно, за счет этого, в принципе, и затащили. 2400 урона, 3 сделанных фрага. Знак классности первой степени, что говорит о том, что на Дикер Максе можно и больше. Что касается доходности, целых 62 тысячи за вот такой вот бой. Под конец немного даже вспотел. Но, в целом, оно того стоило. Хелкетик, красавчик, молодец, умница. Ну, а что касается кваса, его тоже стоит отметить. Потому что играл довольно-таки круто. Ему просто не повезло. Факт остается фактом. Периодически такие подкрутки бывают. Ну, а теперь давайте будем суммировать. Хорош ли Дикер Макс? Да, безусловно, у него есть огромное количество плюсов. Которые позволяют ему неплохо отыгрывать в боях. В то же время, стоит помнить о его картонности и держаться на третьей линии. Вот когда вы на третьей линии будете, тогда вам просто цены нет. Покупать ли его за 2000 золота? Здесь уже решать вам. Действительно, на 6 уровне среди ПТшек есть огромное количество машин, которые могут вас порадовать. Мне, допустим, очень сильно нравится Черчилль. Но тут уже на любителя. Сам же Дикер Макс показал себя довольно неплохо в режиме столкновения. Там, где карты в 2 раза, а то и в 3 раза меньше, чем стандартная карта. И когда бои идут 5 на 5. Вот там Дикер Макс просто расцветает и становится одним из идеальных претендентов на то, чтобы играть в этом режиме. Ну и именно на Дикер Максе я выполнял один из ивентов. Там, где необходимо было то ли фраги делать, то ли урон наносить, не помню. Но факт остается фактом, что в столкновении машина показала себя просто божественно. Вот такой вот он Дикер Макс, вот такой вот абсолютно честный обзор на него. Если вы за честные обзоры, ничего не вырезая и не склеивая, подписываемся на канал. Ну и участвуем в розыгрыше от автора. Ну и все, друзья мои. Я пошел снимать дальше специально для вас, а вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.